В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде будет тепло. В этом убедились депутаты городского маслехата. Октябрьский районный суд осудил своего коллегу. 11 сентября приземляется спускаемый аппарат с международным экипажем Союза ТМА-12М. Как готовиться к предстоящему зимнему периоду предприятий услугодатели города? Продолжают знакомиться депутаты городского маслехата. Эта тема будет главной на предстоящей очередной сессии. Вместе с народными избранниками выезжала и наша съемочная группа. Депутаты городского маслехата продолжают серию выездов на предприятия услугодатели накануне предстоящего сезона подачи тепла в дома карагандинцев. Сегодня народных избранников встречали в Караганды-Су. Первым делом депутатам показали презентацию по последним достижениям предприятия. С начала нынешнего года аварийных водопроводных сетей сменили больше, чем запланировали. Почти 60 километров вместо 50, что на 40 процентов улучшило прошлогодние показатели. К этому дню ликвидировали свыше 1300 возникших аварий, что тоже добавило плюсов в копилку Караганды-Су. Аварийных канализационных сетей заменили почти 4 километра собственными силами и полтора километра подрядным способом. В рамках подготовки к отопительному сезону 2014-2015 годов с апреля по сентябрь собирались заменить 23 километра сети, из них водопроводных 20 километров и канализационных 3 километра, что на треть больше в сравнении с планами прошлого года. Сети на объектах соцкультбыта, состоящие на балансе ТО Караганды-Су, подготовлены к работе в зимних условиях, рассказали в компании. Однако есть и проблемы, с которыми все еще приходится справляться. Нам передают более 100 километров в год тех сетей, которые у нас на балансе не состояли, у которых износ более 100%, у которых там уже нет ничего. И нам их приходится восстанавливать. Почти все районы города на сегодняшний день обеспечены бесперебойной подачей воды. Если где и остались проблемы с водоснабжением, то у сотрудники компании пытаются их решать при помощи новой техники. На сегодняшний день они получают круглосуточные стабильные воды. Тем не менее, мы собираемся тоже модернизировать эти насосные станции. Уже заложены деньги в нашу программу. И будут установлены новые оборудования. Также на совещании рассказали, что в прошлом году в рамках инвестиционной программы приобрели машину горизонтально направленного бурения стоимостью более 30 миллионов тенге. За последний квартал 2013 года с ее помощью проложили 907 метров сети по новой технологии. Установку утеплили, и теперь на ней можно работать даже в большие морозы. Это за счет высокого профессионализма, вот именно эта звена. Мы сделали так, что она работает в зимних условиях. Сколько? Блин, у нас 18 градусов. И вот это позволит нигде вот еще так вот не занимать. Вот мы первые. Даже остальные такие работы не выполняют при нескольких годах. Это нового холма. Экономия питьевой воды – вопрос номер один не только во всем мире, но и у нас в Караганде. На собрании тоже поднимали вопрос по использованию водных ресурсов хозяйственного назначения. Либо сбрасывать можно будет, но это не рентабельно, очищено. Либо продавать предприятиям. Тем же КГП благоустройство на полях своих насаждений, полях дороги, очистку дороги. То есть сейчас делается все питьевой водой, но не очень рентабельно. В ходе встречи депутаты прорабатывали основные вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящей очередной сессии. Ливневые канализации, да? Состояние. И водопроводные рыки, которые отбегают способом. У нас мы только обслуживаем водоохозяйственные. А рыки, ливневые канализации к нам не относятся. Мы не являемся. Ну, вопрос, кому они вообще относятся? Они их разделили сейчас и КГП благоустройство, всем пораздавали, но полностью хозяина пока нет. Делаем дороги, делаем дороги. Холодец у нас стоит в одной стороне, лужа собирается, а совсем в другой стороне. То есть не планируется хорошо. Это диадезисты, наверное, должны или кто там занимается. Ну да, конечно, это обращает. Понятно. А деньги, это же все-таки бюджетные деньги. То есть пока не будет хозяина. Некому обратиться даже, чтобы узнать, есть ли его сеть здесь или нет. Есть ли его колодец приемный или нет. Поэтому все как бы... Потому что они все без хозяина. Опустили руки и все. По поводу качества благоустройства после проведения ремонтных работ у депутатов были некоторые замечания и предложения к сотрудникам Караганды СУ. По орденам, да, вы сейчас уже достигли определенный успех, сейчас есть. И это одна часть, и вторая часть, которая была до 13-го года. К сожалению, это старое развитие, которое вы вообще как будто не замечаете. После совещания делегация городского маслехата направилась на улицу Новоселов, где сейчас ведется строительство магистрального водопровода диаметром 500 мм протяженностью 1 км от завода Морделикатес до моста по улице Гоголя. Здесь уже проложено 615 метров, осталось 385. На месте как раз вспомнились замечания по благоустройству. На них отметили, что согласно графику заасфальтировано 154 места разрытий общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров. И выполнено асфальтирование заезда и территории насосной станции 6-й узел. На это даже разрытие есть ордер, потом мы приедем, также профилитируем, защебеним, заасфальтируем и сдадим этот ордер ЖКХ. В общем, работы в Караган-ДСУ ведутся по плану в соответствии с бюджетными и инвестиционными программами, сообщили депутатам специалисты. Однако, помимо этого, есть еще десяток проектов по улучшению работы предприятия, на которые финансирование пока не предусмотрено. Депутаты в окончании выезда посмотрели, как идут работы по реконструкции аварийного участка канализационной линии по улице Доскея протяженностью 220 метров. Здесь показали, как использует современное оборудование, так называемый колодезный разрушитель. Это один из наиболее эффективных, бестраншейных методов замены сети, объяснили работники компании. Все вопросы по работе Караганды-СУ будут рассматриваться на совместном заседании постоянных комиссий и на ближайшей сессии городского маслехата. Сергей Высокосов, Хайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандийский. Караганда готова к зиме на 97%. Об этом сегодня сообщили работники компании «Теплотранзит». Также в ходе пресс-конференции стало известно, что отопительный сезон начнется с 1 октября. В нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей было потрачено более 1 миллиарда деньги. Подробности в репортаже моей коллеги Мирамгольц-Алкимбаевой. В нынешнем году услугодателями заменено 25 километров тепловых сетей, что составляет 97% от плана. На эти цели выделено свыше 1 миллиарда тенге. Часть средств потратили на установку 800 приборов учета тепла, кстати, из которых по городу уже появилось 567. На сегодняшний день, отмечают специалисты, опережают плановые задания Октябрьский район. Говорят, здесь подготовка к зиме идет полным ходом. Однако тревогу вызывает у специалистов район имени Казбик-Би. По Казбийскому району есть отставание, но оно мотивировано отставание, потому что во многих домах происходит капитальный ремонт и замена полностью трубопроводов в этом самом доме. Поэтому из-за этого отставание. То есть объективные какие-то есть причины. К слову, заполнение магистральных и внутриквартальных сетей будет производиться уже с 25 сентября. Тогда, обещают сотрудники компании, трубопроводы проверят тщательно. Если выявят дефекты, устранят в процессе запуска. Естественно, будут выявляться какие-то маленькие дефекты, которые будем устранять в процессе заполнения. 25-го мы начинаем заполнять. Хотелось бы сказать, что у нас программы по заполнению, программы запуска все разработаны, согласованы с местными исполнительными органами, утверждены вместе с теплоисточниками, чтобы у нас разногласий, разночтений в этом не было. Как и прежде, этот петельный сезон начнется с 1 октября. Первыми будут обеспечены теплом социальные объекты. Это школа, детские сады, медицинские учреждения. Акты готовности в скором времени получат и все жители многоэтажек. 11 сентября Карагандинская земля будет принимать международный экипаж космического корабля «Союз ТМА-12М». В конференц-зале гостиницы «Космонавт» состоялось совещание о готовности сил и средств к поисково-спасательному обеспечению посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-12М» с тремя космонавтами на борту. Три главных этапа успешного космического полета – это старт, стыковка и посадка космического корабля. До недавнего времени любители космонавтики имели возможность наблюдать только первые два этапа. Запуск ракеты – это всегда великолепное зрелище. Это официально организованное широкомасштабное событие со специальной подготовкой и традициями. Посадка спускаемого аппарата – это, напротив, узкоспециализированное мероприятие, в котором участвуют только специалисты поисково-спасательной службы и Центра подготовки космонавтов. Это не развлечение, это сложная работа. Но времена меняются. В этот раз даже набирается группа на посадку спускаемого аппарата корабля «Союз ТМА-12М». Этакий прикосмический туризм. Для прессы или для членов группы, но готовность к приему на Земле российских космонавтов Александра Скворцова, Олега Артемьева и американца Стивена Свонсона была доложена по полной форме. На совещании присутствовал Александр Ведерников, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России. Посадка спускаемого аппарата «Союз ТМА-12М» запланирована на 11 сентября 2014 года в 148 километрах юго-восточнее города Ажесказган. Для определения пригодности расчетных точек посадки специалистами Росавиации, Военно-воздушных сил и Ракетно-космической корпорации «Энергия» 5 сентября проведен облет расчетных точек посадки. Представители НАСА уже на местах, включая врача, медсестру, которые будут поддерживать техническую посадку на Байконуре. Распределение по вертолетам до нас доведено. Никаких вопросов у нас нет. Я переговорил с руководителем полета в Хьюстоне. Никаких проблем с отстыковкой нет. Посадка будет проходить в штатном режиме. По результатам облета район приземления признан посадочной комиссией, пригодной для проведения поисково-спасательных работ. Время открытия парашюта 0,8 часов 0,9 минут 38 секунд местного времени. «Все особенности обслуживания штатные, по срочным грузам, все вопросы решены со всеми сторонами, согласованы и готовы к работе». Окончательное решение о посадке будет принято за 4 часа до планируемого приземления. Карагандистские специалисты тоже готовятся к своей миссии. «Посад действия с медицинскими учреждениями Республики Казахстан отработаны в оба района. Запасы комиссии соответствующих групп созданы во всех лечебных учреждениях, привлекаемых к медицинскому обеспечению посадок». Уточнение баллистических данных будет осуществляться в оперативном порядке из Центра управления полетами. Руководитель оперативно-технической группы был краток в своем докладе. «Обородную снаряжение проверено и готовно к работе. Тренировки со специалистами по вариантам посадки поедина. Задача поставлена, к работе готова». О готовности Карагандинского региона к приему космонавтов собравшихся уведомил заместитель Акимобласти Галым Ашимов. «На протяжении многих лет Карагандинская область, она всегда понимала космонавтов. Многим из ваших космонавтов, многим из них было присуждено почетное звание граждан города Караганды, поэтому для нас это история». По традиции летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко посадил дерево на Карагандинской земле. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53-й серии, эконом-система трехкамерных профилей, монтажной шириной 53 миллиметра, представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу «А», а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии, монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. На празднике, как правило, принято дарить подарки. В юбилейный год Акимат Казбекбийского района совместно с Евразийским банком подарили средней школе номер 23 спортивную детскую площадку. В этом году Евразийский банк отмечает свой юбилей. В честь 20-летия банка и 80-летия города Караганды для детей средней школы номер 23 построили замечательную площадку. Ее открыли Аким Казбекбийского района Рустен Кабжанов и представители Евразийского банка. Поэтому те задачи, которые ставит перед нами глава государства по укреплению здоровья населения, по социальной ответственности бизнеса мы сейчас можем увидеть в деле. То, что банки не только зарабатывают, но они тратят эти деньги для того, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение крепило свое здоровье и с помощью вот этого детского городка подрастающее поколение я думаю потом это все выльется в блестящие достижения и в школе и в спорте. Выступая перед собравшимися инициаторы отметили, что 23-я школа знаменита своими спортивными достижениями и поэтому эта площадка необходима для дальнейшего развития спортивного духа и ведения здорового образа жизни. Церемония открытия завершилась спортивной программой. Школьники демонстрировали свое мастерство в различных видах спорта. Таких как футбол, баскетбол, каратэ, гимнастика. В спорте воспитывается характер. Человек, занимающий спортом, не может быть ни честным, ни благородным. Человек, занимающий спортом с молодостью, сохраняет стремление к успеху на всю жизнь. Это я по себе знаю. Но в солдатах обиживать Назарбаев. Все ученики и учителя были очень рады этому событию. После торжественной части все дети пошли на спортивную площадку. Они с удовольствием катались на качелях, горках. Мальчики играли в футбол на новом корте. Радости детей не было предела. Бывшую судью Тимиртауского городского суда приговорили виновной в злоупотреблении служебными полномочиями и вынесли наказание в виде штрафа более 9 миллионов тенге. Теперь уже бывшую судью Тимиртауского городского суда Наталью Маркашеву обвинили в том, что она, пользуясь своими служебными полномочиями, вынесла ложное решение по жилищному вопросу жительницы города Тимиртау. Как выяснилось, судья не провела ни одного судебного заседания по этому поводу. Истица обращалась к ней с просьбой помочь ей отсудить две квартиры, которые находились на балансе ЖКХ. Якобы жилье действительно принадлежит ей, а документы она просто потеряла. Судья Наталья Маркашева помогла и незаконным путем вынесла решение в пользу истца. До вынесения приговора Маркашева находилась под подпиской о невыезде. И вот сегодня Октябрьский районный суд вынес решение. Маркашева Наталья Борисовна назначена наказанной в виде штрафа в размере 5000 мячах расчет на показатель в сумме 9 260 000 тенге. Решение на право занимать должность на казахскую сроком на 3 года. Мер обучения в отношении Маркашевой выступление приговора с законом силу оставить прежний в виде подписки и вынесения на точное поведение. Доказательства о невиновности мы предоставляли следствию, говорит адвокат Наталья Маркашевой, их материалов подтвердили обратное. Этому были представлены все доказательства судебного сигнала. Адвокат Маркашевой Елизавета Ахметова не согласна с решением суда и намерена обжаловать приговор. Сотрясением головного мозга и как следствие больничной палаты закончилась для Лилии Корчевской встреча с руководителем северного отделения полиции УВД города Тимиртау Аклбеком Абдрахмановым. На данный момент полицейский уволен. В Тимиртау полковника полиции обвиняют в хулиганстве. После конфликта с ним пенсионерка попала в больницу с отрясением мозга. Женщина попросила полковника не складировать спиленные ветки на территории магазина, в котором она работает. Он же проигнорировал ее замечания и тогда женщина пошла за фотоаппаратом. При попытке сфотографировать полковника он послал ее матом, а затем сбил с ног и разбил камеру. Родственники пострадавшей обратились в полицию в заявление. Мы сдали заявление Старогородского отдела полиции, нам выписали талон уведомления. Мы в отношении именно не полковника Абдрахманова писали, а именно в отношении гражданина Абдрахманова. Написали сразу о том, что он в пьяном виде совершил это действие. Ну, естественно, я так понимаю, никто его не освидетельствовал. Сам Абдрахманов утверждает, что женщина споткнулась сама. Эта сцена разыгралась на глазах многочисленных очевидцев. Сразу после стычки с Корчевской полковник поторопился не вызвать скорую, а отправился в наркологию, где сдал на анализ мочу и кровь, чтобы потом не наговаривали, якобы он был в нетрезвом состоянии. Родственники отвезли Корчевскую в больницу. По словам заявителей, Аклбек Абдрахманов пытается с ними помириться и купил пострадавший новый фотоаппарат. Лариса Хусейнова, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Стали известны участники разборок на дороге. Агрессивное видео было выложено в Ютубе. Его посмотрели тысячи пользователей. На нашумевшем видео запечатлено, как сын сотрудницы полиции дерется с водителем свадебного кортежа. Стала известна и причина драки на дороге видео, которое недавно появилось в Ютубе под названием «Разборки на дороге». На записи женщина-полковник разнимает дерущихся. Оказалось, что водитель автомобиля Мазда, в котором ехали гости со свадьбы, подрезал Ниссан. А в нем находилась женщина-полицейский, за рулем машины сидел ее сын. Водители обеих машин поссорились и началась драка. Так как сотрудница полиции пыталась предотвратить драку, у правоохранительных органов нет к ней претензий. А в отношении повздоривших мужчин идет следствие. В завершении выпуска еще в одном. В матче между сборными Казахстана и Латвии победила дружба. С голевой ничей разошлись команды в Астане. Несмотря на отсутствие забитых мячей, матч столицы получился интересный. В плане игры первый матч отборочного турнира Евро-2016 для сборной Казахстана можно считать успешным. Было видно, что наши футболисты вышли на поле за тремя очками. Стартовый отрезок сборная Казахстана провела в роли доминирующей команды, чего явно не ожидали соперники. Тренер сборной Латвии остался доволен конечным результатом, отметив то, что команды на поле показали равную игру. Я сказал им, что только что, буквально, по секрету скажу, сказал, что мы приобрели очки здесь, мы начали цикл, мы не проиграли, мы не пропустили голов, то есть абсолютно позитивно и положительно. В Казахстане очень классные футболисты, отметил Мариам Пахарь. Также главный тренер сборной Латвии высоко оценил атмосферу на стадионе, сказал, что с такой поддержкой будет тяжело любой сборной, даже фаворитам группы голландцам. Сами латыши ничем новым нас не удивили. Сборная Латвии играла в привычной для себя оборонительной тактике, сделав акцент на контратаке. Ничья, закономерный итог. Мы хорошо сыграли первый тайм, много потратили сил. Единственное, те моменты, которые возникли, мы не смогли реализовать. А дальше уже как бы с тем, как силы покидали нас. Второй, там такой содержательной игры не получилось. Были подходы к штрафной, но фактически не несли остроты. Чуточку везения не хватило нашей сборной. Забей команда Казахстана, ситуация в группе и смотрелась бы безоблачной. Проведенная встреча показала, что шансы у нашей сборной на хорошее выступление в отборочном турнире есть. Ануар Сидрахим, Адинжакам, Бахтиар Успанов, Первый Караганинский. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Саугулмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова